Генеральский пистолет в субботу зарядили? Он всегда заряжен. Привет. Для чего генералу нужен пистолет? Только для того, чтобы застрелиться. Если ситуация сложилась таким образом, что непосредственно генералы должны отстреливаться или вести боевые действия, это говорит о том, что это плохие генералы, которые проиграли войну. И это признание в прямом эфире программы 60 минут ненависти к Украине. Хотя скоро ее переименуют в программу 60 минут, часов, месяцев ненависти к друг другу. Сейчас в российских эфирах проходит такой просто вал информационный, где проходит тренировка, как они, то есть все эти российские пропагандисты, будут развенчивать режим Путина. Тренируются они сейчас. На ком? Правильно. На Пригожине. Говорят, что он очень и очень плохой человек. Ничего он там не хотел предотвратить, на мой личный взгляд, кровопролитие, жертв там и так далее. Он уткнулся в, как минимум, две слаженные, собранные линии обороны, два рубежа, которые при всей боеспособности и уважении к подвигам, былым бойцов Вагнера, он бы не преодолел. Его бы там, выражаясь военным языком, размотали бы за несколько часов. К сожалению, с жертвами. Что-то подобное мы уже слышали. Женя и Оля Скобеевы обещали захват Украины за 2-3 дня, ну или как минимум Киева. Вот теперь обещают разгромить Вагнер. Но самое интересное здесь другое. Все эти товарищи рассказывают о том, что бы было бы, если бы Вагнер победил. Прямым текстом об этом говорят. Говорят о том, что Россия бы распалась на много-много кусочков. А мы задаемся вопросом, а почему они все время говорят о распаде России? Возможно, они что-то знают или что-то чувствуют. Я убежден, что именно этим эта война и закончится. Как развалится, нравится, не нравится. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. И вот сейчас, пока это исторически важное для всей планеты событие не произошло, товарищи рассказывают, что бы они сделали для Путина и российского режима. Чеченцы, точнее кадыровцы, говорят, что они уже были готовы убивать вагнеровцев. Подразделение Ахмат всецело. Всецело было настроено на то, что мы будем бить любого врага, где бы он ни находился, в какой бы он ни был форме, и что бы он из себя ни представлял. С тем же подразделением чувака Вагнер естественно было некое недоумение, как наши боевые товарищи могли дойти до такого, чтобы они могли повернуть оружие внутрь нашего государства. В итоге, если бы реально эти события продолжились, я могу гарантированно сказать, что Россия бы перестала существовать как государство. Если должны умереть мы все, значит мы должны умереть все. Потому что у нас президент. Мудрейший человек. Оле Скобеевой тревожно, но она почему-то стесняется сказать вслух, что она готова провести 60 минут со солдатами ЧВК Вагнер ради Владимира Путина. А вчера президент России сделал судьбоносное заявление, которое должно повлиять на судьбу страны, на поколение вперед. Так говорил этот, как его? А, Рот. Да, Дмитрий Песков. Но получилось что-то невнятное и непонятное. Что хотел сказать Путин? Говорит о том, что предатели уже в России. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали. В том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе. Вопрос, кто создал эту внешнюю угрозу, он риторический, потому что войну развязала фашистская Российская Федерация. Но что мы видим? Значит, мятежники, организаторы мятежа, это же они все говорят об Евгении Пригожине, да? Но результат какой? Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекратили, сообщает Центр общественных связей ФСБ России. И вот тут самое интересное. Это что получается? Вчера Путин что-то мямлил по поводу погибших пилотов, которые наносили ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам, по российским городам, по российским дорогам, а их убили вагнера. Молодцы вагнера. Так это что? Все забывается? Просто переворачивается страничка? А знаете, как они еще здесь пищат и визжат? Да, российские пропагандисты с очень грустными лицами возмущаются тем, только не смейтесь, что Запад не сочувствует России, и Украина тоже не сочувствует России. Вы нам еще скажите, почему мы не скорбим? По информации Нью-Йорк Таймс, Вашингтон знал о планах Пригожина за две недели, молчал и желал Москве поражения. Вашингтон очень коварен. Об этом неоднократно нам говорила Оля Скобеева. Но раз вы воюете с Западом, раз вы воюете с США, то что должны в Вашингтоне вам желать, кроме того, чтобы вы наконец-то занялись своими проблемами? Оль, ты чего на жалость-то давишь, а? Кстати, не только Оля. 60 минут с ЧВК Вагнер придется провести и Жене. В субботнии мятеж главы ЧВК Вагнер Пригожина на Западе многие встретили с воодушевлением, как будто бы признак слабости России. Американские лидеры решили промолчать, запастись попкорном и с удовольствием понаблюдать за попыткой раскола России. Причем в онлайн-режиме. А почему бы и нет? Может быть напомнить вам российские пропагандисты, сколько раз вы угрожали нанесению ракетно-бомбовых ядерных ударов по мирным городам не только Украины, что вы делаете здесь и сейчас, но и, соответственно, и по Вашингтону, и по Лондону, и по Берлину, и по Парижу. В этой студии фашистских 60 минут ненависти и чтобы как-то искупить свою вину, Оле и Жене Скобеевым действительно придется провести час как минимум с вагнерами, ну или с советом командиров. Ну а как вы хотели? Да, вот эта вот тема, что Запад не скорбит и не сочувствует этих ребят, почему-то задела больше всего. Российские пропагандисты сделали у себя в голове монтаж и у жителей Российской Федерации и задаются вопросом, а может быть это все Запад организовал? ЧВК Вагнер. Ну известно, что Обама писает в российских подъездах, иногда, кстати, и в украинских, будем здесь откровенными, свои недостатки нужно признавать, но я не об этом. Я не о свинстве отдельно взятых людей. Кто, кто создал ЧВК Вагнер? Кто обклеил всю Россию плакатами ЧВК Вагнер? Это был Обама, Трамп, Байден, Зеленский, Порошенко, Цымбалюк, может быть кто-то еще? Как же это вообще все произошло? Почему? Почему ЧВК Вагнер по сообщению Минобороны Российской Фашистской Федерации передает свое оружие именно российскому Минобороны, а не кому-то другому? Вот Украине помогают, у нас на вооружении Брэдли, вся линейка самоходных артиллерийских установок стран НАТО, потому что нам помогает НАТО. И это не является ни для кого секретом, и даже для ОСК Беевой. Почему ЧВК Вагнер отдают оружие военным? А? Может быть потому, что они его там получили? А почему фраза «Шойгу, Герасимов, трехэтажный мат, сзади трупы, где боеприпасы?» Почему этот вопрос задает именно россиянам, а не американцам? А? Думаем, думаем, и приходим к простому выводу, что ЧВК Вагнер создано российским руководством Владимиром Путиным. Внимание, так кто здесь облажался? А то, что русские будут убивать русских, никого из недружественных партнеров России не беспокоило. Но почему же мы болели за обе команды? Причем абсолютно искренне. Но опять, опять вот это вот проклятый Запад. Еще раз, уважаемые российские граждане, которые смотрят это видео. Значит, в Украине для ваших сыновей действует одно простое правило. Уйди или умри. Вот после того, как у ЧВК Вагнер случились проблемы на работе, его хотели расформировать и, возможно, расформируют, начали появляться сообщения о том, что ЧВК Вагнер, их прокуратура или что у них там своя отдельная комендатура, она простреливала колени российским солдатам, чтобы те платили денежки свои, которые им заплатил за убийство украинцев Путин. Но почему-то все эти полтора года российские военные и другие лица об этом молчали. О том, что ЧВК Вагнер, ребята жесткие, могли и в прямом смысле этого слова, могли поломать конечности, ну и, конечно, забрать деньги. Вы не знаете, почему, по мнению Ходорковского, Ходорковского, Ходоковского, прошу прощения, значит, Пригожин подарил одному из российских генералов шеврон с надписью «Свиные войска России». Таким вот образом он продемонстрировал свое отношение к российской армии. И всех это устраивало, да? И, кстати, Пригожин неоднократно хвастался, что у него на вооружении танки, артиллерия, РСЗО, РЭП, РЭР и авиация. Откуда же оно все взялось? Вот мы будем летать на F-16 и других моделях западной военной техники, авиационной. Все будут знать, откуда она. А у Вагнера, может быть, кто-то, кроме Путина, имеет полномочия выдавать технику в частные военные руки? Нет, военную технику в частные руки. Или вы думаете, мы не помним, как бригада из Курска передала в частные военные руки, или воезд, передала в частные руки комплекс БУК, с которого сбили малазийский Боинг? А? Ну что, украинцы, не скорбим по поводу того, что русские будут убивать русских? Как пишет Wall Street Journal, вооруженный мятеж Пригожина возродил зревшие десятилетиями опасения США по поводу того, кому в итоге может достаться контроль за российским ядерным арсеналом. Беспокойство по этому поводу уже выразил и госсекретарь США Энтони Блинкин. А чему вы удивляетесь? Удивляться не надо. Дело в том, что только мстительный маньяк, недоцарь Владимир Путин обещает своим гражданам, в смысле россиянам, все дружно отправятся они в рай. Другие лидеры других стран хотят, чтобы их граждане жили. Желательно, жили хорошо. Чувствуете разницу? И вот этот вопрос, что же будет с Чивака Вагнер, он очень и очень интересный. Оля, например, да, она все-таки, по-моему, там в Беларуси территорию пометила, на нее там упала шишка, она чувствует, что ее Александр Григорьевич рано или поздно все-таки заведет в хранилище ядерных боеприпасов с закрытыми глазами. И там будет, знаете что? Александр Григорьевич возьмет ее за руку, завяжет ей глаза, скажет, Оля, открой рот и следуй за мной. Она снимает повязку, а там не ядерная бомба, там Вагнера. Вагнера переезжают в Беларусь. Всего те бойцы, которые пойдут с ним, наверняка тоже у нас появятся, мы их разоружим, естественно, дальнейшая судьба будет решаться уже в белорусской юрисдикции. И тут мы, конечно же, должны поговорить о том, что же может произойти с Вагнарами в Беларуси. Некоторые пишут, что они обязательно пойдут на Киев. Не пойдут они на Киев, потому что мы их здесь всех перестреляем. И это понятно всем. Вы думаете, из Бахмута они бежали просто так? Из-за хорошего настроения? Или потому что погода изменилась? Да потому что они осознали, что в Украине им смерть. И если хочется пожить и желательно использовать дорогие стиральные машины, то нужно отправляться на Рублевку. Про эту Рублевку, кстати, Пригожин говорил постоянно. Это же его слова, что российские генералы отправили на мясо десятки тысяч российских мужчин. А что не так? А цель войны какая? Вам не кажется странным, что этот Владимир Владимирович недоцарь до сих пор толком и сказать-то не может? Зачем он напал? Вот мы понимаем, почему мы отстреливаем российских оккупантов, независимо от их юридического статуса. Да, Оля нашла. Оля Скобеева, которая мечтает провести 60 минут с Вагнерами, нашла применение этой частной армии. А вообще-то, по российскому закону, это незаконное воинское формирование. Заметьте, когда Путин делал свое странное обращение, он о судьбе Вагнеров или ЧВК Вагнер так и не сказал. Странный дед. То есть, если мы говорим, что это диспособное весьма соединение, нужно этот потенциал сохранить. Пусть часть идет в Минобороны, часть на территории Беларуси, мы потом подумаем, куда их применить. В Беларуси тоже есть интересы в Африке, на минуточку, да? У всех стран есть интересы в Африке, мир вообще глобальный, но только получается, что интересов в Африке нет теперь у Путина и у России. Боже, какие конченные. Да и границу прикрывать с Украиной, с Литвой, с Польшей, нам лишние штыки не помешают. От Беларуси недалеко до Киева. Там есть разные варианты на самом деле, в конце концов. От Беларуси и куда только недалеко, мягко скажем, да. Золотые слова из Беларуси недалеко и до Москвы. Оля все хочет отправить бойцов ЧВК Вагнер, которые так эпично сбили 6 вертолетов и 1 Ил, отправить их на мясо. Но что-то мне подсказывает, что эти парни, они и на колбасу едва ли пойдут. Я понимаю, что сейчас они захотят или попробуют ЧВК Вагнер разоружить, расформировать и так далее. Вполне возможно, что-то получится. Но вот эти вот идеи о том, что это все сделано инспирировано США и Западом в целом, ну это же полный бред. И еще раз, кто вооружил этих парней. К российскому руководству в связи с вооруженным мятежом Пригожина выразили союзники. Сегодня Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Раисии и Миром Катара. Они оба заявили, что поддерживают действия российских властей. Тегеран и сам сталкивался с устроенной Западом попыткой свержения власти. Все Путина поддерживают, все Путина любят, Скобеева любит и продолжает вылизывать. И делает вид, что ей это нравится. Но только как-то странно получается. Все инспирирует Запад, а вот с оружием российского образца получилось очень неудобно. Обгадились они, конечно, знатно. И это повлияет на войну в том числе. То есть Путин до сих пор так и не сказал, что тот, кто пытался, как он говорит, организовать военный мятеж, должен быть наказан и посажен в тюрьму ну или убит. А что там? Мямлит что-то? Мямлит. Владимир Путин мямлит. Приложили ли США руку к мятежу ЧВК Вагнер? Выяснить еще предстоит. Как сообщил сегодня Лавров, российские спецслужбы проводят расследование на предмет возможной причастности западных разведок. А мне кажется, вопрос нужно поставить по-другому. Если в России, значит, где есть и ФСБ, и другие спецслужбы, была создана под носом, по указанию Путина, целая частная армия, и вот мы думаем, что это все-таки инспирировано США, то может быть, шпионом Соединенных Штатов является не Пригожин, а Владимир Путин, и он выполняет свою секретную миссию раздолбать Россию до ручки, раздолбать ее об Украину. Если вы допускаете эту версию, что Владимир Путин был завербован в Дрездене много-много лет назад, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Ну что, Гойда, нравится ли вам вот такой расклад? А то, что русские будут убивать русских, никого из недружественных партнеров России не беспокоило. Украина была, е и буде. До зустречи.